Ну что, Люд Честной, соскучились по своему любимому шоу? Вы знаете, как меня по эмоциям разбросало вообще? Шоу, в котором бороды не рубят, а приклеивают. Новый сезон. Сезон новых честных правил. Минус два балла Никитину. Да за чё? Переходи, Рубикон, и в сообщество Икс ВКонтакте. Здравствуйте, меня зовут Дима Орлов, мне 31 год. Такой вот я, смотрите, как хорошо сохранился. Я эколог, я всегда добавляю к этому, я магистр экологии. Еще вдобавок и красный, дипломный магистр экологии. Это, если вот все вместе собрать, это получается, как будто я Хогвартс оканчивал. Сегодня я Зигмунд Фрейд. Вау, я же просто вообще, шо за лапочка, шо за красавчик. Но оговорочки по Фрейду я знал. Знал, что он психолог. И знал, что он, ну, достаточно такой был грубый человек. Зрители должны посмотреть мой монолог, потому что я Зигмунд Фрейд. Это, считайте, вы можете бесплатно сходить к психологу. Поэтому давайте все, врубайте и смотрим. Вы заметили, что в последнее время люди стали проще относиться к психологам? И действительно, благодаря сеансам с психологами, сами люди стали спокойнее. По крайней мере, спокойнее относиться к тому, чтобы кому-то отдавать несколько тысяч рублей за этот час. Сейчас на сцену выйдет лектор, это хозяин всей этой движухи. Отец-основатель, крестный отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Здорово! 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 Вот есть и психологи с необычным окончанием. Они просто в конце не говорят фразу «это все из детства». Сразу хочу сказать, правильно не Фрейд, правильно Фрейд. Зигмунд, Шлома, Фрейд, да? Вы спросите, а почему все говорят Фрейд, а не Фрейд? Ну, это оговорочка по Фрейду. Я основатель психоанализа. Психоанализ — это устранение проблем психологического характера, а также устранение моих финансовых проблем. Давайте о моих работах попозже. Сначала чуть-чуть расскажу о себе. Я родился в городе Фрайберг на улице Шлёссерграссе. Да, сейчас, кстати, она называется улица Зигмунда Фрейда. Я тоже считаю, что круто, что ее переименовали, потому что, ну, что это за Шлёссерграссе? Это ж кто это вообще придумал? Это те люди, которые вот этот бульоном отхинкали, рот полосит, Шлёссерграссе. Моя семья занималась тканями, но в какой-то момент отец разорился, и мы переехали в Лейпциг в гетто. И там жили, знаете, бедняки, проститутки, евреи, цыгане. Понимаю, звучит не как Лейпциг, а как поезд, плацкарт, Воронеж, Москва, да. В нашей семье было восемь детей, а вы сейчас думаете, а че-то я психологом стал, да? Восемь детей! Они же дети еще постоянно дрались. Представляете, сколько у меня детских травм? Я из еврейской семьи, да, а в конце 19 века евреям запретили в Австрии занимать многие должности. Поэтому я мог стать только либо юристом, либо врачом, либо коммерсантом. Поэтому мне в школе никто никогда не говорил, если будешь плохо учиться, будешь дворником работать. Я решил стать неврологом. Вау, вообще класс, просто пушка. Я стал таким крутым неврологом вообще. Вот эти вот, видели, вот в 6 утра тысяча бабок в трамвае уже куда-то несутся. Это ко мне ехали они? Ко мне. Они еще подарков мне столько везли. Это же че за вау? Вообще, это специально, вот что они подарки мне везли. Для этого придумали вот эту тележку на колесике, которая едет. Знаешь, специально. Фух. В 1884 году я прочитал работу одного немецкого врача о новом препарате, кокаине. И странная была книга, там каждая страница свернута в трубочку зачем-то. Ну, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я даже потом восхищенную статью написал о Коке. Там не было ни слова про Клаву Коку, но фраза на премии Муз-ТВ «О ней знали все» была. Потом я поехал в Париж на стажировку, да, к психиатрию. А в то время в психиатрии был основной метод — это гипноз. Значит, просто пациенту гипнотизировали и внушали ему, что «у вас нет проблем», да. А также внушали, что фраза «у вас нет проблем» стоит 7 тысяч рублей, да. Кстати, да, про деньги. Вот подарочные сертификаты вот эти на психолога. Это же я придумал. Я. Это моя идея, да. Вот эту вот ситуацию, знаете, когда... Ты, конечно, нам хороший друг, но то, что ты в 39 решил сыроедением заняться, это вот... Поэтому такой подарок тебе сегодня. С днём рождения! Да, давайте поговорим о моих шедевральных работах. Одной из первых моих работ было исследование истерии. О, это было очень легко. Я просто ходил дневником и записывал свои наблюдения за девушками рядом с золотым яблоком во время Чёрной пятницы. Следующая, одна из самых известных моих работ — это «Толкование снов». Просто, когда ты просишь пациента пересказать свой сон, он даёт очень много ключей для психоанализа. Вот, допустим, да, если вы сломали игрушку во сне, это всё из детства. Если вы летаете над городом во сне, это всё из детства. Если вы дерётесь с Чаком Норрисом, то все вместе... Это всё из детства! Правильно, с вас по 7 тысяч рублей с каждого. Давайте поговорим про фрейдизм. Тоже моё детище. Обожаю это, конечно. Это класс, да. Я разработал оригинальную структуру психологической организации, новую. Она, значит, заключается в том, что в каждом человеке есть три элемента. Оно, я и сверх-я. Понимаю, звучит как три стадии любого опьянения, да. Там ещё четвёртая есть. Караоке называется. Давайте поподробнее про каждую расскажу. Давайте. Оно. Оно, значит, управляет нашими поступками. То есть, ну, это наши инстинкты какие-то, да. То есть вот это пожрать, поспать, потрахаться. Это вот оно берёт вам путёвку в Турцию. Я — это личность человека, да. То есть, ну, все же знают эти знаменитые личности, которые... Я на завод работать не пойду. Я дизайнер. У меня носки с авокадо. Я уважаю права женщин, потому что живу с мамой. Ну, и сверх-я. Это тот элемент, который включает в себя вот это родительский авторитет, самонаблюдение, идеалы и совесть. Сверх-я, если проще сказать, то это ты маминой подруги. Сверх-я, кстати, можно наблюдать вживую, в любом резюме, особенно в графе иностранной языки. Также я разработал ещё одну структуру психики. Сознательная. Это наши мысли, переживания, чувства вот здесь и сейчас. Подсознательная. Это такой уровень психики, когда мы помним, что вот здесь и сейчас происходит, но также можем вспомнить, что с нами происходило в прошлом. Или, как это называет Паша Техник, невозможное. И моё любимое бессознательное. Это наши тайные желания. Это, знаете, вот то, что нам нравится, но вытесняется нашими воспоминаниями, чем-то аморальным нашим вытесняется, и животными инстинктами. Ну, грубо говоря, это наша корзина в Вайлберрис. Там тоже столько всего тайного. Вот этот же органайзер для ватных палочек, ну, лучше никому не видеть же, да, вообще. Я очень много также в своих работах уделял внимание сексу. Да, допустим, я считал, что каждый человек рождается с какой-то внутренней сексуальной энергией, либидо. Да, и у всех она разная. Кто-то может каждый день заниматься и по многу долг, а кто-то вот один раз в месяц и по чуть-чуть. А вот рассказывать об этом своим подругам нехорошо. Это плохо, да. И вообще, я устал тогда, и день тяжелый был. А так-то я сверх я, конечно, всегда. В либидо можно наблюдать разные стадии развития. Это оральное, анальное, фалическое, латентное и генитальное. Я считаю, классно вообще звучит, как будто бы название веток амстердамского метро вообще. Все. Вам может показаться, что, ну, я вот столько уделял этому внимания, чтобы оправдать свое вот это повышенное влечение к этой теме секса. Да. Но когда тебе не дают, надо же разобраться, почему. Почему это происходит вообще. Также сейчас я заметил, что стресса очень много. Стресса больше даже, чем во времена Сталина. Потому что, ну, во времена Сталина не было столько антистресс-игрушек вообще. Почему Инстаграм еще, это главная площадка сейчас для психологов в России. Как будто там сразу же видно, что у человека какое-то психическое нездоровье. Я попытался разобраться в этом. Вот, допустим, если вы репостите пост, чтобы выиграть роллы, это шизофрения. А если вы еще пишете под постом, отмечаете своих друзей, это уже абьюз и манипуляция. А если вы выкладываете фотографию, и там какой-то фильтр красивый наложили, это газлайтинг. Вы заставляете своих подписчиков усомниться в трезвости восприятия их происходящего. А если кто-то вот неделю ничего не выкладывает, а потом 20 сториз за один день, это все, это биполярка. Ну, либо отпуск, тут надо разобраться. В общем, итог такой, что, видимо, психологам в Инстаграме легче всего набрать себе клиентов. Потому что только психи будут ставить себе VPN, чтобы посмотреть на Бузову. Сейчас тоже очень многие следят за своим телом. Я хочу вам сказать, это круто, но не забывайте про свое психическое здоровье. Это тоже важно. Я вас уверяю, пожалуйста, занимайтесь своей психикой. Поверьте мне, это говорю вам я и Катя Лель. Ну что ж, наш сеанс подошел к концу. И сейчас я скажу вам самую главную для вас фразу. Первый сеанс бесплатно. С вами был дядюшка Фрейд. Спасибо!